Из-подо льда на Волге спасатели извлекли автомобиль. Выезжать на водоем на любом транспортном средстве сейчас запрещено по всей республике. Эта машина оказалась в полыне с тремя условно пострадавшими, по легенде, учений сотрудников МЧС. Это произошло буквально три минуты назад. В машине находилось трое людей. Место действия – Казанская набережная Чебоксар в районе поселка Гремячево. В роли пострадавшего сотрудник МЧС. Уже через несколько минут после звонка в ЕДДС к нему направляется экипаж на аэросанях. Передвигаться по льду разрешено только спасателям на специализированном транспорте. Остальным транспортным средством вместе с пассажирами грозит подобная участь – провал под лед. На разведку на глубину 2,5 метра отправляется водолаз. Перед ним поставлены четкие задачи. От скорости их выполнения могут зависеть человеческие жизни. Первая задача – найти, обнаружить машину, а потом обнаружить пострадавшего в кабине. Все это я сделал. Первое, второе – пострадавший потом пытался вытащить. Он в какое время не смог его, потому что он между сиденьями и дюрьми зажатый был. Остается только, когда машину вытащить, только тогда доставать. Такое в Чувашии случалось и вне учений. Пренебрегают безопасностью зачастую любители подлёдной ловли. Так, в 2016-м в Шомиково под воду ушёл УАЗ Буханка. Подобные происшествия были на реке Урга Ядринского района и на реке Маргаушка. Толщина льда на водоёмах республики сегодня, если на прудах, озёрах, уже более 15 сантиметров. На реках, малых реках, лёд ещё не полностью встал. Местами есть промойны. Река Волга у нас на сегодняшний день от Чебоксарской ГЭС до Завражки, город Чебоксары. Лёд, в принципе, встал, а выше местами есть промойны. Островная часть, там, где присутствует течение, там местами есть участки открытой воды. И на первый взгляд вроде бы как и лёд встал, однако толщина там до 5 сантиметров. Это опасно для выхода даже людей на лёд. К ЧП на воде сотрудники МЧС, работники поисково-спасательной службы, медики и специалисты спасательного отряда города Чебоксары готовы. Хорошо бы эти навыки не пришлось использовать в реальных условиях с реальными пострадавшими. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика.